А сейчас ты узнаешь, какой из этих двух бурбонов стоит взять, а какой лучше пройти стороной. Тайм-коды в описании. Дорогие друзья, вы как всегда на канале Недетские Забавы. Чемпионат бурбонов продолжается. Сегодня у нас категория 40 градусов. И сегодня у нас вот эти вот, возможно, набившие оскомину, но тем не менее, пока не выяснены, кто из них лучше, представители. Heaven Hill и Benchmark номер 8. Heaven Hill это у нас завод Heaven Hill, Небесный Холм. А Benchmark номер 8 это у нас Buffalo Trace, если мне не измельчает память. Однозначно рекомендую вам пройти по ссылочкам, значит, всплывающим в углу экрана, и также они будут под видео, на обзоры данных напитков с другими представителями. Чтобы сложить всю картину, скажем так, необходимо вам просмотреть весь цикл наших передач. Не скажу, что эти ребята прямо очень сильно меня впечатлили, но при этом, кто из них лучше, я вот так на скидку не скажу. То есть здесь для меня это прямо равноценно. Для меня пока что Benchmark самый худший из всех представленных у нас Бурбонов, потому что он умудрился проиграть самому худшему до этого, который я считал, это Дэниел Стюарт. Ну давай не будем долго томить, все-таки нальем, и потом уже немножко поговорим. Ну что, друзья, напитки налиты. Как всегда, самое честное слепое сравнение. Вы уже знаете, кто есть, кто мы, соответственно, нет. Как всегда, два самых важных критерия аромат и вкус. Все остальное нам не очень интересно. Ну и теперь можно немножко порассуждать о бутылочках, о которых мы уже не раз высказывались. Ну, здесь однозначно более таким, как бы, нарядным, красивым представителем является, конечно же, бенчмарк. У него какая-то бутылочка, здесь вот какой-то воротничок такой, темная этикетка, красота. Все бы ничего, но такая же вот хренатень с этой пробкой. Вот смотрите. Обычная пластиковая пробка, я не знаю, что за мода пластик сюда накручивать. Но не могли, что ли, засунуть какую-нибудь там чуть-чуть деревяшечку, живем в мире каком-то таком, что ли. Ну, Дэниел Стюарт, это тоже, конечно же, пластиковая пробка, но вообще, в принципе, бутылка, например, какую-то полторашку, я не знаю. Ну, хрень какая-то, если честно. Ну, не скажу, что приглядная такая бутылка. Скорее напоминает какой-то такой, знаешь, вот суррогат, я бы так сказал. Типа, дядя Вася там где-то в подвале что-то делает, да, накручиваю, все, вон, поехали. Ну, в целом, тут я вообще могу говорить то же самое, что и сравнение Benchmark и Дэниел Стюарт, потому что бутылка Heaven Hill абсолютно идентична. Единственное отличие это буквы на этикетке и плюс вот этот зеленый цвет еще более мне не нравится, чем у Дэниела Стюарт. У него хотя бы там какая-то желто-золотая. Резнина. Да. Тут вообще все хреново, опять-таки эти пробки. Ну, Benchmark издалека я бы его подметил и взял, не знаю, бэкграунда. А вот если вблизи присматриваться, то и на его счет, возможно, были бы сомнения. Хотя черный цвет все-таки, он, в глаза не так бросается. Более нейтральный. Да. Heaven Hill как-то, ну, все-таки, ну... Вот эта зеленая сойна тема, она... Ну, какая-то дешмань. Согласен. Выглядит как дешмань. По поводу Benchmark, кстати, хотел сказать, вот когда я заходил до этого в КБ, давным-давно, он не то что, как бы, я его всегда подмечал. Думаю, о, что такое стоит. Прикольно. Ну, ни разу не брал, кстати. Всегда видел, но ни разу не было. Бенchmark, когда ты стоял в КБ? Да, он раньше был. Да? Раньше был в КБ. Возможно, я просто... Возможно, я просто... Это еще до того, как мы стали алкоблогерами, так сказать. В те времена, когда ты как раз-таки не пил, да, вот это, наверное, те времена. Давай оговоримся даты розлива. А, да, конечно. И выдержка. Конечно, конечно. 31 августа 2020 года. Все четко, все видно. А, выдержка? А, выдержка, извините. Сейчас я озвучу. Значит, написано 3 года выдержки. То есть, это говорит о том, что не менее 3 лет. А у меня 22.04.2020 и, соответственно, выдержка тут, кстати, 0.75. Объем? Да. Выдержка виски 4 года. Ну, здесь тоже 0.75, если что. А, тут 4 года. Ну, да, ну, да. То есть, вот так вот. Ну, что ж, господа, аромат. Представитель номер один. Что хочу сказать по поводу аромата Представитель номер один. Это, во-первых, не скажу, что он сильно спиртуозный. Однако, намек имеется. Что я ощущаю первым, это его такая, знаешь, лаковость. Но она не отстунула от этого дичь. А, ну, такой более, так скажем, взрослый, более такой интересный лак. Более приятный, скажем так. Но, довольно-таки резкий. Вот, то есть, это когда вот прям бьет в нос. То есть, вот, ну, не мягко сглажен, а вот прям вот он и я вышел. Потом я ощущаю какую-то такую, знаешь, заквасную кислинку. То есть, вот, когда квасят, например, капусту, либо бывают такие огурцы, которые вот в бочке там, допустим, квасят, да, они начинают не соленые, а кислые становятся. Они закисают маленько. Вот такая вот кислинка какая-то вот заквашенная. После есть приятная такая вот сладость, которая, опять-таки, неплохо сочетается с этой кислинкой. Сладость такая, знаешь, некая больше, наверное, я бы сказал, фруктовая. Не скажу, что именно яблочная. Что-то такое, знаешь, возможно, слегонца грушовая, яблочная. Ну, она, опять-таки, тонкая довольно-таки. Не скажу, что выделяется особо в этом аромате. Аромат довольно-таки такой, ну, не отторгающий, на самом деле, несмотря на свои такие, хоть и прямые нотки. Вполне себе приятный. Ну, далеко не лучший, на мой взгляд. Слегка спиртуозен и достаточно лаковый, что вкупе с вами дает вот эту некую ацетоновую дерзость. То есть, есть вот этот вот ацетонистый лак, как мне кажется, первым планом. И плюс есть легкие такие рассольные ноты. Яблочки, не яблочки, то-се, за этим всем усмотреть довольно сложно. Конечно, интенсивно выделяются именно вот лаковая ацетонистость и именно какая-то такая рассольность. Легкая сладость, возможно, таких вот тоже такого рассольчика. Но в целом, абсолютно неудающийся аромат, достаточно дерзкий. Хочется ли его долго нюхать? Не могу сказать. Ну, возможно, кому-то, да, отвращение дикого не вызывает. Ну, что уже хорошо. Да, что уже хорошо. С другой стороны, и не вызывает каких-то таких ярких эмоций, впечатлений, что ух-ух-ух, ничего себе. Солошусь. Такое себе. Единственное, я хотел бы что подметить. На мой взгляд, на мое восприятие, ацетон – это, знаешь, нечто такое более химозное, сжение, которое вызывает прям слизистость, скажем так, вот, когда ты вдохнул. Здесь я таких моментов не ощутил, как бы, на мой взгляд. Ну, что-то похожее на это есть, конечно, но все-таки это не то, на мой взгляд. Ну, это исключительно, на мой, опять-таки, взгляд. Ну и давай, представитель номер два – аромат. Ну что ж, друзья, поехали. Это уже гораздо поинтереснее, на мой взгляд. Ну, слушай, даже неплохо, я бы так сказал. Вот такая, знаешь, бурбонная тема, я бы ее назвал. Это напоминает мне такой некий, опять-таки, рассол, где много укропа, аниса, скажем так. И как будто бы бочка вот эта, в которой вот засолили, там, не знаю, пусть будет огурцы, например, да, она как будто помазана сверху вот этим вот лаком. Лак уже не первый, то есть бочка уже старенькая довольно-таки. И вот эта вот бочка как будто сейчас находится где-то вот, поставили на солнце, и она слегонца подбродила. Она вот опять-таки такой какой-то кислинкой отдает этой, приятной. Но здесь, во-первых, хочу сказать, он еще менее спиртозный, чем первый. Ароматы, которые довелось мне, если распознать, они сбалансированные. То есть имеются некие даже переходы, на мой взгляд, от одного к другому. И здесь более ярко выражена деревянная тема. Вот дерево здесь не только в виде лака, скажем так, присутствует, а именно в виде такого, знаешь, некого более жесткого такого мотива, что ли, как это назвать, который проходит в параллель со всем этим. Вот. Ну и к тому же на послевкусии очень даже приятно и хорошо сглаживается такой легкой сладостью. Слегонца даже, возможно, карамельной некой сладостью. Это больше такое, знаешь, отдает. Она не жженая карамель, а именно вот просто какой-то, ну, петушок, я не знаю, как это назвать. Вот даже не совсем петушок. Петушок подгорает, подгорают, бывает, а это какая-то, знаешь, такая вот сиропная карамельная сладость, скажем так, что мне это напоминает. Но весьма неплохо. Это действительно что-то более похожее на бурбон в плане аромата. Здесь меньше ацетона, больше рассола. И, так скажем, рассол более разносольный, так он, да. Там и укропчик, и маринованные огурчики. Туда же там листочки смородины можно добавить, чтобы... Да-да-да, то есть более... Этот консерватор более опытен в приготовлении своих консервов. Вот. Ну и еще хочу подметить, вот ты говоришь про карамель, я больше какую-то такую легкую кофейный такой налет на самом отдалении ощутил. Ну вот как сироп, который в кофе добавляют, мне больше показалось. А мне больше как кофе, просто, без сиропа. Ну вот как-то так. В принципе, ну, что разглагольство, давай на контрасте и выстремляйте. Согласен. Ну, для меня, знаешь, особых сомнений нет в этом плане. Мне больше подглянулся представитель номер два. Это, ну, такой, довольно-таки яркий представитель бурбонов. Как бы мне нравится эта рассольная тема, нравится вот сладость, нравится бочка такая, которая присутствует. Ну, весьма такой приятный аромат. Представитель номер два для меня, значит, это первое место. Представитель номер один для меня это второе место. Не хотелось бы сильно их разделять, но на самую чуточку все-таки второй более интересен. А у меня вот довольно-таки сильно. То есть, это прям вот не зашло. Ну, у тебя ж на пак лучше работает. А я все-таки, ну, не буду говорить, что прям там грандиозная разница, но второй чуть-чуть более интересен в данном плане. Поэтому для меня представитель номер два это первое место, представитель номер один это второе место. Ну, и идентично. Отлично. В принципе, точки расставлены по поводу аромата. Теперь необходимо расставить эти точки по поводу вкуса. Ну, что ж, дорогие друзья, представитель номер один маленький глоточек. Ну, что ж, попробуем. Ну, такой весьма жесткий, деревянный. Какая-то такая вагонка. Жесткий, деревянный, кусачий. Ну, потом приятно сладкий на послевкусие. В самом конце мне как-то горечь какого-то кофе выдается. Да, абсолютно верно. Но кофе, на мой взгляд, сладкого. Ну, давай глоток побольше. Конечно. Причем, хочу опять-таки подметить, маленький глоток иногда раскрывает абсолютно иные ноты и темы. То есть, как глоток побольше, он, скажем так, делает, ну, не знаю, более акцентированный, что ли, как-то такой момент, что ты понимаешь более глубоко какие-то моменты. Людям расскажем. А, ну, вы поняли, да? Жесткий, конечно. Очень жесткий. То есть... Ну, давай, ты сначала. Ну, опять-таки, могу сказать то, что он очень деревянный. Дерево такое, знаете, не сколько лакированное, а сколько именно горькое, жесткое такое, сушащее какой-то даже момент. Напоминает больше, наверное, молодой дуб, абсолютно не вымоченный какой-то или так далее. Именно вот такой горький, дубильный, такой довольно-таки жесткий дуб. Единственное, что мне понравилось в этом напитке, наверное, это очень такой интересный переход. Он не плавный. Он такой, вот, как знаете, на скачке. От горького к сладкому, но не к притерному сладкому. Чтобы сладкое не казалось притерно-сладким, должен быть, вот я для себя понял, это какой-то контраст. Например, матрас. Матрас, бля. Чтобы сладкое не казалось притерно-сладким, должен быть обязательно какой-то контраст. В данном случае это некая все-таки такая рассольная тема, какая-то вот, знаешь, солноватая и анисовая в тот же момент. Из-за этого сладкое не кажется прямо притерным сладким. То есть оно перетекло маленько в какие-то другие направления, какие-то нотки. Ну, в целом, как бы, не скажу, что хорошо, но и не совсем плохо, на мой взгляд, по поводу вкуса. Да, как ты подметил, очень сильно деревянный. То есть он наполняешь полу с рта, начинает вязать, все связывать. То есть такое, как будто сочную деревяшку укусил. Сочную, в принципе, молодую очень деревяшку. Вот, потом вот это вот горечь дерева плюс такая дерзкая спиртуозность вызывает, знаешь, такое обжигание гортани. Улавливаются какие-то мотивы кофейка, какие-то сладкие, кислые, возможно. Но очень тонкие мотивы, все очень сильно, так сказать, похоронено под этим сильно деревянным. И, ну, не знаю, насколько сильно, но ощущаемо спиртуозным, так сказать. Перетянул одеяло в свою сторону, так сказать. Да, если бы вот это дело как-то уменьшить, поджать какие-то часоты, возможно, там можно было бы что-то найти. Но так как на первый план вылазит вот именно сушащая, вяжущая вот эта деревяшка, за этим очень сложно что-то сильно там распознать. Напиток очень дерзкий, очень обжигающий. Вот именно обжигающий, а не греющий. Не имеет практически никакого за собой послевкусия. Все очень быстро как-то. Ну, сладость остается. Остается какая-то, знаешь, такая, что ты сейчас выпил какого-то дистилята. То есть, ну, да, там, возможно, это был бурбон, но уже давно и неправда. И, то есть, очень быстро все проходит. Короче, жиденько как-то так. Водянисто. Да, водянисто все как-то. В общем, ну, как-то стремно. Представитель номер два. Вкус. Ну, слушай, гораздо мягче. Конечно, ты что. Прям? Не спиртуозен. Мягкий, сладкий, приятный. Раз. Мягкий, сладкий. Снегонца солоноватый. Такое, так сказать, не обжигающее, легкое согревание на маленький глоточек. Мне даже показалось плотно, если честно. По сравнению с первым вариантом, обволакивание я, по крайней мере, почувствовал. Какая-то кислинка. Ну, давай, глоток побольше и будем уже рассуждать. Вот я в очередной раз, ну, как бы себе нахожу эти моменты, что слепую я... Люди, ленивые существа, зная, где что, они, да нахрен что-то там искать, когда мы уже знаем. Когда все уже, когда тебя уже нашли. А когда ты не знаешь, у тебя есть интерес что-то узнать. И это мотивация. Поэтому, друзья, пробуйте такой вариант. И самое интересное, что один раз у тебя может одно сыграть, а второй раз другое. Согласен. А мы люди. Мы, как бы, люди. И нам это свойственно, в принципе. Друзья, глоток побольше. Очень приятно было держать даже во рту, не изглатывая. То есть, никакой спиртуозности. Такой приятный, сладковатый привкус, который вот уже на языке ощущался. При изглатывании был интересный такой вот, знаете, вот. Это как кардиограмма, так идет, идет. Вот когда в фильмах же ты видишь, там больной лежит, грубо говоря. Вот этот скачок, это его лаковость. Лаковость такая стрельнула в моменте, а потом ушла, то есть, подальше. И хочу сказать, очень приятный такой сладкий. И очень люблю контраст сладкого-соленого, вот честно вам. Это приятный сладко-соленый такой вот вкус. С намеком на... Ну, не намек, это был такой выстрел, скажем так, в плане лакированности. Лакированности, причем довольно-таки неплохой на самом деле. Ни ацетон, ни плинтус, а именно такой довольно-таки взрослый лак, который вот, я говорю, некая такая полироль уже запыленная довольно-таки такая. Вот где-то вот на чердаке лежит разобранная стенка уже сто лет назад, а мы ее все выкинуть как бы не хотим. Ну, как бы принцип хомяка, знаете, вот такой. Принцип Плюшкина. Да-да-да, именно тот самый. Вот. Гогли вертвой души. Читайте и просвещайтесь. Это будет наш новый слоган. В целом, я говорю, весьма неплохо, при том, очень даже неплохо сбалансировано. Нету таких, знаешь, вот прям выпирающих каких-то моментов. Все, в принципе, плавно перетекает, раскрывается. Хороший прогрев, на самом деле, был у меня. И, на самом деле, остается неплохое послевкусие. Вот это вот приятное с сладостью. Она слегка обводняется, но на щеках у меня осталось. Знаешь, ты меня сейчас очень сильно удивил. Удивил тем, что, нечасто такое бывает, но ты сейчас прям мои ощущения передал практически на 100%. То есть, растем, растем. Вот ты начинаешь говорить. Я думаю, а вот, я сейчас вот, блядь, а ты сказал. Ну, вот, вот, блядь, а ты сказал. Вот теперь ты меня понимаешь, когда сидишь и как с языка вот снимают они. Единственное, что могу добавить, на, так сказать, послевкусие остается такой, знаешь, кофе. Далекий-далекий какой-то мимолетный, но остаток все-таки какой-то кофейности. Согласен, согласен с тобой. То есть, ни кислота, ничего. Вот именно такой вот кофе. Но при этом это не ярко выраженный кофе. Да, вот он мимолетный какой-то, но он где-то присутствует. Это бывает такое, знаешь, что ты кофе выпил, а потом что-то, допустим, съел, но при этом, как бы, послевкусие кофе, оно все равно не уходит. Оно остается, как будто, вот. Ну, как-то вот так вот. Согласен с тобой. Какие рейтинги? Ну, знаешь, тут по поводу рейтингов, для меня все очевидно, как бы, никакой интриги не возникло. Не думал, что вот так все будет, знаешь, просто для меня. Я думал, будет реально тяжело выбрать. Я могу так сказать. Представитель номер два для меня оказался интереснее как и в аромате, так и во вкусе. Ну, и в принципе неплохо, довольно-таки я тебе скажу. Ну, питкий вот так напиток. Не скажу, что особо глубоко интересный, но весьма питкий и приятный напиток. Хороший баланс, неплохие, в принципе, акценты. Поэтому я однозначно первое место отдаю представитель номер два, а представитель номер один я сегодня отдаю второе место. Могу тебя только поддержать в этом и осталось узнать, точнее, не узнать, а попробовать догадаться, кто есть кто. Ну, я что могу сказать? Имея некий опыт знакомства с данными напитками, я предполагаю, что данные напитки сегодня стоят правильно. Да. Могу предположить точно так же, но мы очень часто ошибаемся в последнее время. Абсолютно. Абсолютно. Поэтому есть доля, небольшое сомнение, но так кажется, что действительно, что представитель номер один это бенчморк, а представитель номер два это хэвинг-хилл. Поэтому давайте не будем долго томить, а вскроемся и узнаем результат. Согласен. Аж, блядь, камень из души свою. Ну, блядь, ну, че, если проебем, ну, прям пиздец нахуй. Да нет, у меня, знаешь, вот, ну, у меня так часто, конечно, бывает, у меня сомнений не было. Ну, что ж, господа, мы оказались правы. Да, действительно, сегодня хэвинг-хилл зарабатывает одно очко, бенчморк, соответственно, не зарабатывает ничего. Напишите в комментариях, как вы считаете, чего стоят эти напитки, на ваш взгляд. Опять-таки, поставьте лайк, подпишитесь на канал, ударьте в колокольчик. Ну, и самое главное, что вы можете сделать для своего здоровья, это не бухать, а заниматься спортом. И читайте, и просвещайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok